В городе наступила паника. Народ начал уезжать. Причем начали уезжать руководители. Тогда начали сообщать, что закрывайте форточки. Я иду по парку и не слышу птичьих голосов. Белое озеро было очень загрязненное. Там цезий и стронций. Меня зовут Сергей Слюстунов. Я сотрудник Института теоретической физики Академии наук Украины. В Чернобыле я занимался чистой научно-исследовательской работой. Я Малашицкий Василий Антонович. Работал на Ровенской атомной станции 30 лет. С самого начала пусконаладочных работ. Наше подразделение занималось созданием базы данных радиоактивных элементов. Где они находятся, в каком они состоянии. Люди были все в возрасте молодо. От 20 лет и до 40. Город красивый, перспективный. Для молодежи это клад. Я работал в реакторном цехе. Коллектив небольшой. Это 120 человек. Коллектив сплоченный, грамотный. Надежная эксплуатация блока в их руках. Это самая надежная в плане выработки энергии. Она не требует больших ресурсов расхода. Был когда взрыв на Чернобыльской атомной станции. Знакомый работник почуял неладное и бежал 7 километров. Там расстояние было до Припяти. Есть так называемый центральный стакан, куда помещены стержни радиоактивные, стержни графитовые. И вот эта штуковина взорвалась. Они сняли все защиты с диспетчера. Поступили указания поднять мощность. Они подали, а был обезвожен реактор, подали воду. И стало понятно, что произошло что-то страшное. Одной дочке 5 лет, а второй 7. Конечно, я боялся. Ходили, как обычно, в садик ходили и в школу. Вот это вот письмо я написал в 1986 году. В Киеве все по-старому. Но общий фон не меняется. На траве он составляет 0,3-0,5 миллирентген. Ну, переживания, конечно, были. За продукты, чтобы были чистые продукты. Мясо хорошее, но кости не варить и бульон не делать. Молоко хорошее, но не более одного-двух стаканов в день. Очень большая проблема заключается в обеспечении безопасности ядерных станций. Ну, люди стали как-то относиться осторожно, предусмотрительно. Ну, стали бояться. Реактор разрушился. Помещение все вот это все в объеме разрушилось. И погибли люди еще. Это показало, что мы действительно попали в ситуацию, которой не было никогда и которая на нас будет влиять долгие годы. Но страх, он потом проходит. Жить-то надо. Начали экзамены периодически усиливать, проверять. Контроль усилился на самой станции при перегрузке топлива. Без атомной энергетики ничего не получится и не будет гарантированной поставки электричества. А чернобыльская это уже устарелший вариант. Она примитивна, она очень грязна сама по себе. То есть, да, она требует очень внимательного отношения, в данном случае атомная электростанция, к себе, к обеспечению безопасности. Но это самая дешевая и самая экологически чистая электроэнергия. И ее нужно развивать. При нормальной эксплуатации она безопасна. Так что атомная энергетика – это энергетика будущего. Она по мощности, конечно, не сравнишь с петряками и солнечными батареями. Разгул народной мудрости продолжается, но шутки стали более злые. А так у нас все прекрасно. Так что вот картинка того времени. Субтитры создавал DimaTorzok